А у вас сейчас есть семена рапса тут? Ну нет, если такая необходимость есть, найдем семена. И сейчас уже практически все хозяйства, которые занимаются этим, они уже закупили. Ну, смотря какие объемы. Сколько китонка нам можно? Да немного, хотя бы попробовать. Я думаю, килограмм 5-10 там. Сколько в рюкзаке унесешь сейчас? Да. Сидор! Если бы вы заехали в воскресенье, понедельник, я отвез в семена, мы будем проводить посевы в последнюю неделю в Владимирской области. Там много разных сортов. У нас рапсом занимается сейчас очень активно, и Минсельхоза России ставит такую задачу. Почему? Потому что это, кстати, и почва, как правило, нормальная эта цель. Чтобы меньше применять удобрения. И... Значит... У нас работает институт рапса есть в Липецке. Который специально занимается этими нашими отечественными сортами. Не гибридами, а сортами. Там и белая горчица, там и редька, и сурепица, там и много таких других. И институт кормов у нас здесь, в Подмосковье, институт кормов имени Вильямисов. Они тоже занимаются семеноводством, значит, рапсом. Есть хозяйство, которое производят. Очень активно белорусы в этом плане. Вот они белорусы наши, значит, по всем направлениям сельскохозяйства. У них очень-то... А в Костроме кто вообще сейчас работает? Я не знаю. Тогда был Пуздар Федор Федорович. У него опытный хозяйство Минска было. А сейчас он куда-то ушел. Сейчас давно я там не был. Потому что я когда привозил овеску оттуда, были попытки, так сказать, семеноводством заниматься для местного совхоза. То есть были предложения. Я еду покупать, допустим, на гектар семян ячменя, овса. А вы дальше у меня покупаете, размножаете. Ну, да, да. То есть урожайность овса у меня получила 70 центров в гектар. А ячмень полег, неравномерный исход, то есть посадка была там, здоровье почвы видно было. Там где-то порядка 50-60 центров в гектар. Тоже отличные результаты. Но у нас что-то я им тогда и отдал. Но дальше контакты как-то не пошли в этом направлении. Не москнялась. Вот. Поэтому в этом плане для старых пахотых земель и яровой рапс очень активно идет. Сложнее садимым рапсом. Вот южные все наши регионы, Коснодарский край, там Ростовская область, ну, все это ТРС. Я занимаюсь садимым рапсом. Вот так и масло, и корма, и все остальное. И жмых для, я имею в виду, жмых для цивотов, жмых для... Это от вас. Да. Ну что-то нет. Ведем, ведем, так, чайпитие, да, вот. Ведем в воде на воде. Да, да, да. Мы тут, наверное, ищем. Уже сейчас минут через 15-10. Он закатится, там сам водитель нам надо... Пяти, поп-шестов. Да. Пяти, поэтому... У тебя все нормально, да? Ну, доброе. Доброе, пожалуйста. Все нормально.